СМЕРТОНОСНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО Это плюс-минус знаковые перемены в погоде страны, громкие климатические ЧП по всему миру. Я Ольга Войтенкова, мы начинаем. Высокие температуры дали старт началу новой недели, правда, долго наслаждаться летним зноем все же не удалось. Во вторник, 18 июня, по югу республики температура достигла 28-градусной отметки. Самый высокий показатель продемонстрировал город Житковичи. Там столбик поднялся до 32 градусов, далее Лельчицы – 29 градусов. Уже в среду, ближе к вечеру, привычный летний зной сменился настоящим ненастьем. Активный холодный фронт с грозами пришел с северо-западного направления. Столицу он настиг к 18 часам. В некоторых районах, например, в Дубровинском, не исключали и возможность возникновения торнадо. Также максимальные порывы ветра были зафиксированы там, где совсем не ждали – в Брестской области. Они составляли 23 метра в секунду. В результате ненастья по Беларуси были повалены деревья, оборваны линии электропередач. Сильный град побил кровли домов. По информации Белорусской железной дороги, в результате падения деревьев на железнодорожные пути произошла задержка в движении 29 пассажирских поездов в Витебской, Гомельской, Гродненской и Минской областях. Она составила примерно 2,5 часа. Последствия ненасти устраняются до сих пор. Некоторые деревни и дачные поселки остаются без электроэнергии и подачи воды. Что касается последующей погодной обстановки, ситуация достаточно быстро утихла, оставив после себя лишь температурный спад. А теперь о погоде в Беларуси на предстоящей неделе. Осадки по Беларуси продолжатся и будут изредка напоминать о себе. Кое-где под звуки грозовых раскатов. Причем как днем, так и в ночное время суток. Тем не менее, солнце планирует покинуть небосвод лишь ненадолго. Самым холодным окажется понедельник, 24 июня, когда температура воздуха опустится до 18-20 градусов. Общая погодная картина будет пасмурной, дополненной осадками в виде дождя. Дождей также продолжит дополнять привычную жизнь горожан. В ночное время суток общий температурный фон сохранится прежним, до плюс 14 градусов. Далее неожиданно холодная пятница даст старт новым теплым выходным с температурой воздуха выше 25 градусов. Подробный прогноз по стране совсем скоро, а пока к другим заметным метеоновостям. Большое количество человек стало жертвами сильнейшей жары во время ежегодного мусульманского паломничества хаджа в Саудовской Аравии. Температуры стремительно приблизились к отметке плюс 51 градус и сделали жизнь просто невыносимой. Религиозное событие привлекло огромное количество верующих с разных частей света. Столпотворение и высокие температуры в данном случае стали причиной трагедии. Толпы посетителей начали спасаться от палящей жары в тени большой мечети в Мекке. Многие из них пострадали от теплового удара. Некоторые семьи до сих пор ищут пропавших без вести родственников в местных больницах. Чем еще удивила природа и какие катаклизмы накрыли мир – наш традиционный обзор. Сильная жара охватила обширную территорию США – от центральных до восточных регионов страны. На этой неделе в ряде районов были побиты температурные рекорды десятилетней давности. В городе Сиракиус температура уже взлетела до плюс 34,5 градусов, побив предыдущий рекорд, установленный в 1994 году. В Нью-Йорке впервые в этом году откроются центры охлаждения. В международном аэропорту Охара в Чикаго в понедельник столбики термометров достигли плюс 36 градусов, превзойдя рекорд, установленный в 1957 году. Экстремальные погодные условия в Индии, включая оползни, наводнения и жару, стали причиной гибели по меньшей мере 11 человек. Столица Нью-Дели – 20-миллионного города. Ночь на вторник выдалась самой жаркой за последние 6 лет. На этой неделе там от теплового удара погибли по меньшей мере 5 человек. В северо-восточном штате Ассам во вторник жертвами новогений и оползней, вызванных сильными дождями, стали 6 человек. По всей Азии жарой этим летом столкнулись миллиарды людей. В Дели, в близлежащем пустынном штате Раджастан, в марте температура взлетела до 50-ти градусной отметки. К чему далее готовятся западным соседям, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду без осадков. Столбик термометра в Париже поднимется до 22 градусов тепла днем. Жители Австрии новый день встретит малооблачно. В Вене воздух также прогреется до плюс 22. Времепеременная облачность будет сопровождаться небольшим дождем. В столице плюс 24. В Мадриде ожидается преимущественно ясная погода, а температура будет достигать 30-ти градусной отметки. В Болгарии на этот раз с погодными контрастами. В столице ясно дождливой до 32 градусов жары. Солнечно будет и в турецкой столице. В Анкаре жара также продолжит усиливаться и достигнет 32 градусов в дневные часы. Бьют рекорды Афины. Там температура повысится до плюс 36. Перенесемся в Прибалтику. В Риге день будет преимущественно пасмурным и дождливым. Столбик опустится до 19 градусов в дневное время суток. 19 со знаком плюс будет и в Вильнюсе. В столице также ожидаются небольшие дожди. В Варшаве тем временем исключительно ясная погода, а воздух прогреется до плюс 24. Дождливо малооблачно и 27 градусов в Киеве. В Москве плюс 22. Погода обещает быть преимущественно солнечной. Осадки также наведают столицу. С 20 марта по 8 июня в зависимости от региона в Беларуси действует так называемый нерестовый запрет на рыбалку. Однако из года в год находятся те, кто не проще доказать законы для того, чтобы их нарушать. В госинспекции охраны животного и растительного мира назвали самые высокие суммы штрафов за браконьерство в этот период. Некоторые цифры просто ошеломляют. Всего было засвидетельствовано около 900 фактов разного рода нарушений. На сегодняшний день возбуждено 44 уголовных дела. По ряду других инцидентов проверки продолжаются. Так, на озере Луничино в Полоцком районе инспекторы задержали троих браконьеров. Они установили несколько сетей общей протяженностью более 900 метров. И незаконно выловили свыше 60 килограммов ценных видов рыбы. Причиненный ущерб оценили в 85 тысяч рублей. Еще один антирекорд поставили рыболовы-нарушители, задержанные на Любанском водохранилище. Они установили 12 сетей протяженностью 800 метров. И выловили 213 килограммов. Ущерб 90 тысяч рублей. В отношении лиц возбуждено уголовное дело. Среди нарушителей также гражданин, который незаконно добыл более десятка угрей на озере Нарочь. Стоит уточнить, что эта рыба, занесена в Красную книгу Белоруссии, находится под особой охраной. Пришло время заглянуть в народный календарь. Традиции наших предков расскажут о погоде все и даже больше. 25 июня Петр солнцоворот. С этого дня солнце укорачивает свой ход. Не становится короче, а ночи длиннее. Солнцоворот вершит поворот. Говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето на жару. И действительно, приближалась середина лета. Самая жаркая пора. Если в этот день была ясная погода, считали, что покос будет успешным. А если шел дождь, ждали ненастья. 26 июня Акулина гречишница. Крестьяне на Руси сели на Акулину гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали или за неделю до Акулин, либо спустя неделю после. Люди говорили, гречиху сей, когда рожь хороша. Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило. 29 июня Тихон Тихий. С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие называть его день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать певчие птицы. Лишь соловей продолжает петь до Петрова дня. Ну а далее о том, что обещают синоптики белорусам на предстоящей неделе. Вот свежий метеорасклад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 23 и 25 июня Луна в Козероге и знаки Водолея. Неблагоприятное время для посадки и подкормки. Однако важно будет в этот период провести процедуру прореживания завязей на плодовых деревьях для обеспечения оптимального роста и развития растений. При уходе за голубикой удалите сухие, поврежденные или больные ветви, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и энергию для активного роста растения. 26 и 27 июня Луна в Рыбах. Благоприятное время для посадки листовых овощей и зелени. Продолжайте сеять разнообразные сорта салатов для постоянного сбора свежей зелени. Шпинат и базилик быстро растет и может быть собран через несколько недель после посева. Июнь также идеальное время для посева фасоли. Она быстро растет и дает урожай уже через несколько недель. Среди неблагоприятных периодов можно выделить также 28 и 29 июня. В эти дни Луна будет находиться в знаке Овна, так что посевы лучше отложить. Уделите внимание уборке при усадебной территории. Всем богатых урожаев, позитивных эмоций, хорошей погоды. Следите за новостями погоды и получайте заряд теплого летнего настроения ежедневно в программе «Новое утро» на телеканале РТР «Беларусь». На сегодня все. С вами была я, Ольга Войтенкова. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин